Сила, как вести партнершу правильно. То есть, если правильно ведёшь партнершу, она правильно ведётся. Я когда вот так вот встала, да... Поставку. Два, три, четыре раз. Пауза. Да я имею в виду, раз шаг делаю, два шаг делаю. Не раз-два шага. Считай по счёту научись. Потому что потом тебе это в музыку не получится, если ты раз-два шаг. Знаешь, и два, три, и четыре. Всё сначала. Короче, на втором шаге. Не на первом шаге, а два, три, четыре раз. И считай. Два, три, четыре раз. Пауза. И два, три, четыре раз. Три умничка. Сейчас лучше. Потому что, когда ты считаешь по количеству шагов, у тебя два шага могут растянуться. Два, три, четыре раз. Видишь, они на сколько раз ягодится? На полтора такта. А когда ты чёткий счёт знаешь, у тебя идёт два, три и четыре. И в музыке тебе будет проще. Потому что ты считаешь по количеству, а ты вспоминай по шагам. Крутишь. Ну и что? Хорошо, я встану вот так, смотри. Я даже могу ниже, чем ты быть. Четыре раз, два. Выход вверх. Четыре раз, два, три. Четыре раз. И два, три. Я вообще кайфую от музыки, если честно. Сегодня классные были ритмы. Такой музыки никогда не слышал. Обязательно закачаю в просторах интернета. И запомнилась именно музыка. И то, как мы реализовывали себя внутри этого. Чем музыкальнее получается, тем больше удовольствия. Если ты всё время тормозишь где-то. Тя, тя, тя. И так, и так. И два, и три, и четыре. И два, спешишь. Нет, ты теряешь ритм. И раз, два, три, четыре. Раз, и два, три, четыре. И два, три, четыре. И два. Нет, почему? Это зачем? Вот потерялась опять, поняла? Да, раз, два, три, четыре. Но это ноги взбиваешь. Да. А ты старый, ты прессов, и сразу шаг. А у неё каждый своё время есть. Да, три, раз, два, три, четыре. Повторение мать учения. Вот что запомнилось. То, что у нас Кирилл и Лена постоянно нам говорят, что мы должны повторять, должны повторять дома, без конца, на улице, ещё где-то, потому что одной тренировки, в принципе, недостаточно. Буду дома тренироваться. Заболела жутко нога. Я пыталась это не показывать, но даже, не знаю, буду растирать её, потому что, видимо, растянуло сухожилие внизу, ахиллы, они периодически начинают болеть, особенно, когда ногу надо тянуть, а её надо тянуть, получается, что вся нагрузка, вся самая точка собирается внизу. И сегодня хотелось более ярко, как всегда, сделать ноги, мы вытягиваем, выбрасываем, но не получалось до конца именно сделать движение. Четыре раз, два, три, четыре. Андрей, куда вы смотрите? Куда вы смотрите? На ноги, я вам шаги показываю. Ещё раз встали. Кошмар! Вот цена! У нас открылось второе дыхание, и хотелось танцевать, а танцевать, но время не бесконечно, нужно ехать домой, будем заниматься дома. И встать. Ну, прям не остановить, всё, растанцевали все. Встать. 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 Просто снова шаг. И встать, коренька. Встать. Встать. Просто снова шаг. Не торопись. Держи паузу. Встать. Сейчас, секундочку. Встать. Встать. Колено прямо. Встать прямо. Встать. Сейчас, секундочку. Встать. Но попёрла только. Два. Три. Да. Понял? Вот, поработай над коленом. Поклон. Правая в сторону, левая вперёд. Что такое? Зуба нет. Нет, не все страстного. Я хотел еще раз. Аккуратно. Когда делали поклон, я треснула Вадиму по носу или по челюсти. Я так не поняла сама, но это было, не знаю, мне не очень приятно было, потому что мне немножко стыдно перед ним, потому что надо думать все-таки о партнере. А тут как-то так я отвлеклась и ушла в танец, в руки, ноги. И совершенно забыла про то, что надо локти прибирать к себе. И думать все-таки тоже о партнере. Девочки, чтобы вот таких травм не было, постарайтесь локоток держать вместе. Ну, Елена, вам объясню сейчас. Смотрите, сейчас я покажу неправильно один раз. Не надо. Я не согласен. Хорошо, ладно, сразу правильно. Чтобы исключить эксперименты всякие, локоть работает у вас сразу вниз, направлен. И остается ровно перед вами, внизу. И сразу в конце опять-таки остается внизу. Я вам скажу еще один момент, что партнеры сами позволяют девочке локтем в зуб дать. Они просто еще не в курсе, что такое. Смотрите, внимательно. Видите, я держу руки всегда перед собой. Я опасные элементы и предметы держу всегда за... Да. Перед собой. Далеко перед собой. Вы ее берете, на себя тянете, а потом еще и локтем по зубам получаете. Все время. Смотрите, перед собой, перед собой. Она красива, она прекрасна. Ну, подальше. И раз, два, три. Да, тогда она никогда, даже если она захочет, я не позволю сделать это. Да ладно, девчонки, мы все с вами знаем. Молодцы. Собирайтесь в командировку. Один звонок в компанию «Реноме» и вам гарантированный комфорт и деловая атмосфера бизнес-поездки. Компания «Реноме». Сегодня мы будем разбирать танец румба и сделаем переход с конца на начало в реации. И попробуем максимально отработать это все под музыку. Да? Добавить нечего. Так оно и будет. Мы сделали переход на начало. Теперь ребята могут танцевать свою вариацию не останавливаясь, не переходить с одного места на другое, а танцевать ее нон-стопом столько, сколько они захотят. Да, совершенно верно. На крутицей. На крутицей. На крутицей. На крутицей. Что такое? Дума нет. Субтитры создавал DimaTorzok